В модных каталогах модели одежды представлены так, как это видит дизайнер. Однако у стилистов на этот счет свое мнение. Сегодня им с нами делится харизматичная и фотогеничная Саша Гаврилова. Я всегда поражаюсь, насколько по-другому выглядят вещи в жизни. Когда я увидела вещи в интернете, в инстаграме, мне не хватало выразительности. Но когда я их увидела вживую и смогла к ним прикоснуться, и пособирать какие-то луки, и посмотреть, как это можно стилизовать, и можно сделать как американские луки, как итальянские луки, уйти во что-то французское, сделать что-то понятное для города Челябинска. Принтованные вещи – это класс. И здесь есть два варианта. То есть можно полностью сделать стайлинг с помощью вещей с принтом, то есть тотал-принт сделать. И это, конечно, подойдет для очень смелых натур. А если хочется чего-то более спокойного, то можно просто ввести в образ какую-то одну вещь с принтом, и это будет, ну, тоже очень уместно. Ну, если, например, взять вот это платье, я вижу, что здесь есть, ну, какое-то внутри базовое платье. То есть его можно просто заменить на боди, на черный боди. Это будет прям роковой комплект. А можно как летнее тонкое пальто на комбинезон. Такие комплекты живут в течение всего дня. Что-то можно снять, что-то можно надеть, дополнить какими-то украшениями или другой обувью. И этот лук трансформируется в течение дня. То есть можно выходить смело из дома и проживать отлично, с комфортом весь день. И даже попадать на какие-то вечеринки совершенно в другом уже образе, даже имея вот одно платье в базе. Я у Энса нашла две вот такие юбки. Они очень легкие, прекрасные, летние, сексуальные. Скорее всего, в первую очередь мысль, наверное, придет носить их с каблуками и какими-то блузами. Но у этих юбок гораздо более интересная судьба. Их можно носить с мужскими вещами. Их женственность становится в разы сильней. И это потрясающе. То есть для тех, кто хочет быть женственным, я рекомендую всегда выбирать вот такую не простую женственность, не буквальную, а замешанную на чем-то очень брутальном, потому что в таких ситуациях женственность, конечно, расцветает. Если вам хочется выглядеть богемно, а сейчас это актуально, я бы порекомендовала выбирать вот какие-то такие шелковые вещи в пижамном стиле и прямо не бояться носить их с красивыми длинными пальто. А можно даже забирать пальто у своего мужчины. Это всегда будет потрясающе. И я рекомендую всем выбирать размер на один больше, чем он фактически у вас есть. Потому что свободные вещи смотрятся всегда намного сексуальнее, чем вещи, которые очень плотно сидят на фигуре. Свобода в одежде навсегда дает некую таинственность и непритягательность. Есть такие юбки, которые любят все и которые все вожделеют. Их настолько уже стало много, что зачастую просто закончилась фантазия о том, как их вообще стилизовать в комплекте. Потому что, ну, кроме как с какими-то вот туфельками или сапожками грубыми не приходит больше на ум ничего. Ну, вот я сейчас посмотрела, можно взять какое-то классное выразительное длинное черное платье, а сверху надеть вот эту юбку. И тогда ваша юбка, которую вы уже не знаете, с чем надеть. И это платье, они заиграют просто новыми красками. И если учесть, что здесь очень много размеров, то есть, ну, это потрясающе. Для того, чтобы выглядеть стильно, здесь, наверное, есть практически все. Специалисты говорят, достаточно семи вещей, чтобы составить 35 комплектов. Впрочем, с таким креативным подходом идей может получиться и побольше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!